Проснулся, умылся, выпил кофе, уехал на позицию, сбил соболёт, вернулся, помыв ноги, ляг спать. Я, честно говоря, перестал бояться авиацию в тот момент, когда на нас сбрасывали бомбы возле Первомайска. Мы тогда прикрывали артиллерию, и была задача загрузить Урал снарядами и отправить его на боевую позицию. Во время загрузки снаряда в Урал на нас зашла сушка 30-я противника и скинула бомбы в соседнюю посадку. Все успели разбежаться, слава богу, никто не посадил. Затем мы начали обратно сходиться, продолжать загружать в Урал. Заходит второй раз самолёт и сбрасывает бомбы в перпендикулярную посадку от нас. После этого страх авиации, честно говоря, пропал, уже стало без разницы. Попадёт бомба, не попадёт. Ты привык к этому звуку, привык к этому адреналину и, в принципе, уже не боишься авиацию так, как боялся до этого. Первая реакция – это подбежать к трубе, кинуть трубу на плечо и постараться найти авиацию на горизонте. В то время, когда пехота кричит в воздух и прячется по окопам, ты должен выбегать с окопа и пытаться найти самолёт или вертолёт противника. Это может быть во время обстрела, так как, грубо говоря, и в тихую погоду. То есть максимальная реакция должна быть и максимально хорошее зрение и слух для того, чтобы на таком расстоянии от 3 до 5 километров найти цель. Самое интересное – это была работа в Гусаровке по вертолёту ночью. С 14 на 15 апреля полночь по рации нам приходит команда, что летят вертушки. Мы сразу выбегаем с ПЗРК. Выбежали в чём были одеты, грубо говоря. Термуха, тапочки вылетели из дома, в котором мы в то время находились, в поле, на позицию. Разворачиваемся в сторону гула вертушек. Ничего не видим, абсолютная темнота. Тепловизоров не было, ночников не было. Грубо говоря, стояли как слепые котята в поле. Но после того, как вертушки начали работать, они заходили в работу таким клином, они сами себя подсветили. Мы этого не ожидали, что настолько яркая будет работа. Сначала они запустили Нурсы, были такие вспышки в небе. Мы примерно поняли, куда она целится. Я нацелил трубу, сделал накол. И следующая их работа, это они работали с тридцатки, со спаренной пушки. То есть, чтобы вы понимали, это полкилометра трассеров вылетало из-за каждой вертушки. Соответственно, они нагрелись, они подсветились. Мне оставалось, грубо говоря, навести трубу в ту темноту, откуда были в последний раз вспышки, захватить цель и пустить ракету. Через секунд 5-7 пехота в рацию кричит, что вертушка упала, все горит. Это первая вертушка, капсеттера, которую я сбил. Ну, запоминающийся момент. На рахунку Петрова сделал 15-16 целей сбитых. Это вертолеты, капсеттеры и 25-й сушки. У нас задача стоит даже не в том, чтобы их отпугать, а в том, чтобы их уничтожать. Мы выбираем позиции таким образом, чтобы самолет оказался в зоне наших поражений. И все время наблюдаем за их тактикой. Как они залетают, насколько часто залетают, каким образом они работают. И когда знаем, что противник будет в зоне поражения наверняка, мы начинаем работу. Мы все время стараемся учиться у врага точно так же. Смотрим видео, которые они выкладывают, читаем книжки, по которым они работают. И в принципе понимаем, какую тактику они могут здесь применять. Они с конца апреля месяца применяют тактику, это работа с кабрированием. Подлетают к линии соприкосновения, задирают нос самолета или вертолета, выпускают неуправляемые реактивные снаряды и стараются максимально быстро уйти из зоны поражения. То есть они работают по такому принципу, что чем меньше ты в зоне поражения ПЗРК, тем лучше. Соответственно, время их работы и время, которое мы видим, сокращается до 10-15 секунд. И в это время мы должны выбежать, навестись на цель и сделать пуск. Хотелось бы поработать еще с перуна. Это более совершенная ПЗРК, которая, насколько я знаю, есть на сегодняшний момент. Она разрабатывалась в 2011-2013 году, насколько помню. И заточена под работу в современных условиях. То есть есть различные типы целей. Ракета, самолет, вертолет, беспилотник. Есть различные типы работы. День, ночь и остальные вводные, которые ты вводишь на пусковом устройстве перуна до того, как пустить ракету. Также на нем присутствует четырехкратный тепловизор, что позволяет работать эффективно ночью. И позволяет работать по беспилотникам, потому что на такой высоте без какой-либо дополнительной оптики трудно его разглядеть. Поэтому Перун – это самый оптимальный комплекс, с которым бы хотелось поработать.